Разберем последовательность проектирования и подбора основных характеристик столбчатого фундамента на естественном основании. В первую очередь для всех сразу проясним, что такое фундамент на естественном основании. Естественное основание – это у нас грунт, на котором непосредственно стоит подошва фундамента. В таком случае фундамент считается на естественном основании. Есть еще свайные основания, есть еще искусственные основания, подсыпки и так далее. Сегодня рассмотрим такой простейший вид фундамента. Итак, с чего начинается подбор фундамента? В первую очередь с анализа геологии. Анализ геологии нам сразу даст понять, подходит данный тип фундамента нам или не подходит на конкретной площадке. Как мы в нашей практике анализируем геологию? В первую очередь по СП мы определяем глубину промерзания для данного региона. Например, она у нас получается 2 метра. Соответственно, фундамент у нас должен быть заложен как минимум на 2 метра ниже отметки земли, чтобы он не промерз и его не выперло. То есть, предварительно мы определяем схему, где у нас заложен фундамент на 2 метра. Далее мы анализируем геологию. Что на этой глубине у нас есть? Если у нас здесь хороший грунт с модулем деформации от 12 и выше, то мы с полной уверенностью сажаем сюда фундамент на эту глубину и дальше уже переходим к следующему пункту определения геометрии. Если у нас несущий слой ниже на метр, на 2, на 3 подошвы выбранных фундамента, то варианта тут 2. Либо мы занижаем подошву, либо мы этот грунт убираем и замещаем его другим грунтом с уплотнением, чтобы подошву не занижать и сэкономить какой-то бетон с арматурой. Этот вопрос дискуссионный, это должен выбирать заказчик. То есть, заказчик выбирает из двух вариантов один. То есть, что ему выгодно, подсыпать здесь или понизить подошву фундамента. Данное мероприятие, понижение подошвы и подсыпка, она на практике имеет смысл только если вот это вот расстояние до хорошего несущего грунта, полтора-два метра, не более. Потому что далее объем подсыпки становится просто громадным и дорогим. Понижение фундамента тоже становится недешевым. Особенно с учетом того, что часто вода грунтовая, по крайней мере в наших регионах, да и во многих остальных, достаточно высоко. Зачастую даже выше, чем вот эти два метра минимальные, которые у нас получаются с глубины промерзания. Поэтому дальнейшее заглубление фундамента, оно нецелесообразно. Соответственно, если заказчику не подходит ни вариант подсыпки при таком варианте напластования грунтов, ни вариант понижения, а особенно при высоком уровне грунтовых вод, это технологически невозможно, тогда мы делаем фундамент не на естественном основании, а уже на сваях. Принципиально мы определились с глубиной заложения, вот исходя из этих вот параметров. Дальше приступаем к определению геометрии. Определение геометрии фундамента. В первую очередь мы начинаем в нашей практике из верхнего каркаса. Вот у нас есть каркас какой-то. Под него мы должны сделать столбчатые фундаменты на естественном основании. С чего мы начинаем? Нам нужно определиться с отметкой нуля пола первого этажа и отметкой грунта. Исходя из этих отметок, мы определяем отметку подколонника фундамента. Отметка подколонника фундамента. Чтобы она не торчала из земли, чтобы мы могли ее утеплить и так далее и тому подобное. Вот колонна, которая опирается. Отметку вот эту мы определили, исходя из полов и грунтовых отметок. И начинаем определять вот эту минимальную размеры подколонника в плане, исходя от того, что у нас опирается. Если у нас опирается железобетонная колонна, соответственно, размеры подколонника предварительно определяются минимальными. Возможно, даже по размеру вот этой колонны. Но зачастую она берется на 5-10 см больше. То есть, грубо говоря, если колонна 40х40, то подколонник берется 500х500. В дальнейшем уже в расчете эти характеристики подбираются точно, исходя уже из нагрузок. То есть, проходит ли такой минимальный размер подколонника на нагрузке. Если у нас опирается металлическая колонна, в основном это двутауровые колонны, в зависимости от опорной базы этой колонны мы подбираем размеры подколонника также. То есть, должны быть какие-то минимальные 5-10 см относительно края опорной пластины колонны. И также минимально должно быть 150 мм до центра болтов. Чтобы эти болты хорошо анкеровались и выполняли свою функцию на 100%. Дальше мы определяем высотные габариты этого фундамента. Общая высота фундамента у нас зависит от глубины промерзания, как мы уже говорили, от диаметра и соответствующей длины анкерных болтов, чтобы анкеровка была у них достаточно. и высоты подошвы, тоже, которая получается по расчету. Для начала мы принимаем 300-450 мм. Для начальных расчетов. Потом все это уточняется. Для того, чтобы провести расчеты, мы должны определиться с классом бетона по всем параметрам. Класс бетона у нас определяется в первую очередь по агрессивности грунтовых вод. Агрессивность грунтовых вод. Исходя из агрессивности по СП защита от коррозии мы подбираем W класс по водопроницаемости бетона. Исходя из наличия грунтовых вод и температур окружающих фундамент мы подбираем класс бетона по морозостойкости. Далее мы подбираем класс бетона по прочности. Но замечу, что вот эти классы связаны. Например, вы не можете взять бетон класса по прочности 12,5 и обеспечить ему морозостойкость F-150 150 циклов. Это несовместимые вещи даже при наличии добавок. В основном у нас получается в большинстве фундаментов мы применяем вот такие вот классы описанные W6 и F-150. Такой класс бетона подходит для большинства конструкций, которые находятся в грунте при наличии грунтовых вод и отрицательной температуры снаружи. В регионах, где отрицательных температур нет, соответственно, можно вот эти классы все уменьшить. И где воды нет, тоже можно взять. Плюс эти классы еще рекомендуются в геологии, в инженерной геологии в отчете, в отчете по геологии есть рекомендуемые классы бетона. Там тоже надо смотреть и выбирать, соответственно, какой получается из всех параметров отчета, СП и требования остальных нормативных документов. После определения класса бетона и основных геометрических, высотных и плановых параметров фундамента, мы должны определиться с подошвой фундамента и подобрать ее размер. Ее размер подбирается по СП фундамента, по известным формам, либо вручную, либо в программе. Это уже кому как удобно. Определившись вот этими геометрическими размерами в плане, мы по грунту уже фундамент весь решили. То есть, по грунту у нас размеры определены, соответственно, по грунту все несет. Остается определить несущую способность подошвы и подколонника. Соответственно, в подошве мы подбираем нижнее армирование, также возможно верхнее армирование, если у нас присутствует существенный момент, большой момент и маленькая вертикальная сила. У нас возникать может здесь обратный момент в фундаменте, когда у нас вот этот грунт, который лежит здесь на откосе вместе с полами, создает вот здесь вот момент в обратную сторону. Соответственно, нам требуется верхнее армирование. Очень часто об этом забывают при больших моментах и подбирают только вот нижнее армирование, потом могут быть проблемы. Соответственно, когда мы подбираем армирование, у нас уточняется вот высота подошвы фундамента, потому что может при принятой высоте не хватать ее высоты и получаться слишком большое армирование и так далее и тому подобное. Дальше мы подбираем подколонник. Подколонник мы подбираем опять же на все усилия, на нормальное усилие, на момент и на перерезающую силу. Перерезающие силы бывают достаточно большими в зависимости от каркаса, поэтому на это надо обращать особое внимание и не забывать про это. Также здесь при подборе вот этого армирования у нас уточняются размеры подколонника, чтобы он проходил и на поперечную силу и на растяжение, если оно присутствует, на момент и так далее. Так как мы уже окончательно в расчете определили с учетом вот этих размеров размер подколонника полностью уточнили, дальше мы проверяем подошву на продавливание подколонником. Это тоже обязательное условие, надо про него не забывать, потому что может потребоваться при больших усилиях вот здесь вот какая-то поперечная арматура на продавливание. Дальше, после того, как мы подобрали все параметры, основные фундаменты, армирование, бетон, нам уже надо подобрать окончательную геометрию, я рисую фундамент в плане, с учетом всех примыкающих конструкций, потому что здесь могут быть фундаментные балки, какие-то затяжки может быть от поперечных сил, если у нас не проходит фундамент ни при каких условиях на вот эту большую поперечную силу, например, и так далее. То есть, здесь уточняется геометрия, возможно, какие-то выпуски понадобятся под фундаментные балки, вот здесь вот, чтобы на выпуске оставить, потом эти балки долить, и так далее. Вот вкратце схема подбора параметров фундамента. По такой схеме мы работаем по всем объектам, где у нас есть толчатые фундаменты на естественном основании. Могу и вам рекомендовать данную схему подбора, чтобы не упустить какие-то моменты и не переделывать потом готовые фундаменты. Подписывайтесь на канал, если было интересно. Будем еще рассказывать про проектирование, строительство, интересные моменты. Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok